Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. Около года назад я рассказывал вам про сенсорный выключатель VL-S701R от компании Levole, который я впервые установил на одном из своих объектов. Выключатели показали себя с положительной стороны и за все это время нареканий к ним не было. К тому же за счет своей стеклянной панели и сенсора с подсветкой они имеют достаточно приятный внешний вид. В связи с этим было решено установить во всей квартире точно такие же выключатели. И речь в данном видео пойдет исключительно про коридор. Изначально в коридоре планировалось установить проходные выключатели для управления освещением с двух мест. с прихожей, вот здесь он должен находиться, и в конце коридора. Вот это коридор. И вот здесь у нас должна быть вторая точка управления освещением. Сейчас, видим, никого не удивишь. Это обычная практика, и ведь это действительно очень удобно. А в моем случае тем более, так как коридор, как вы видите, достаточно длинный. И, например, чтобы включить и выключить освещение, необходимо каждый раз возвращаться в прихожую. Или же ночью идти через весь коридор в полной темноте, спотыкаясь и опираясь на стены. Что тоже не совсем комфортно. Другое дело, включил освещение, прошел по коридору, и здесь его выключил, например. Оделся и выключил. Мило дело. Видите, в обоих случаях, что в прихожей, что вот здесь, в конце коридора, сделано два подрозетника. На это пока не обращайте внимания. В первом подрозетнике будет устанавливаться обычный выключатель для комнаты, а в этом подрозетнике будет устанавливаться проходной выключатель. Вот. То же самое и здесь. В верхнем подрозетнике будет устанавливаться выключатель для прихожей. Тут отдельно два светильника и шкаф-купе освещения. А внизу здесь будет установлен проходной выключатель для коридора. В общем, были заказаны два проходных однолинейных выключателя ВЛ-С701С. С-БУКОВКА на конце означает проходной. Второй такой. Также были заказаны две стеклянные рамки или панели. Я вам только что показал, что у нас на стене будет не один выключатель установлен, а, то есть, два. То есть, там два подрозетника. В одном будет установлен обычный сенсорный выключатель, тоже от Левола. А во втором наш проходной выключатель. И вот, соответственно, вот такая вот двойная стеклянная панель или рамка будет установлена. Однолинейный выключатель обозначает, что в данном корпусе имеется только один сенсор. То есть, им можно управлять только одной нагрузкой. В моем случае одной группой ламп. Также есть в продаже и двухлинейные проходные выключатели, у которых в одном корпусе имеется два сенсора. И ими, соответственно, можно управлять уже двумя группами ламп. Ну, по внешнему виду, в принципе, данные проходные выключатели VL-S701S точно такие же, как и обычные сенсорные выключатели VL-S701R, про которые я вам уже подробно рассказывал. Вот видите, внешней разницы практически нет. Поэтому на этих выключателях я сейчас останавливаться не буду. А перейду сразу к схеме подключения именно проходных сенсорных однолинейных выключателей. Дело в том, что в интернете практически нет информации по их подключению. Вернее, есть, но фигурирует одна и та же схема, которая также приложена в комплекте с выключателем. Мне эта схема вполне понятна, но у домашних мастеров или начинающих электриков могут возникнуть вопросы. В связи с этим я приложу свои более наглядные схемы, а заодно покажу вам на наглядном примере принцип работы и настройку сопряжения проходных выключателей Levole. Итак, поехали! Для удобства восприятия схемы обозначу номера проходных выключателей. выключать в прихожей проходной выключатель номер 1, а в конце коридора проходной выключатель номер 2. Напомню, что в данной квартире вся электропроводка выполнена без распределительных коробок. Смотрите мою отдельную статью, где я рассказывал про преимущества и недостатки данного способа. В общем, что? Вот у нас два подрозетника у прихожей. Вот это у нас приходит с квартирного щита питающий кабель ВВГНГ 3х1,5. Это у нас идет кабель ВВГНГ 3х1,5 до второго проходного выключателя, до того подрозетника. И это у нас идет кабель ВВГНГ 3х1,5 на два светильника. Вот то есть вот у нас три кабеля в одном блоке подрозетников. Здесь не совсем верно завел кабель, так как верхний подрозетник должен здесь должен быть установлен обычный сенсорный выключатель. А внизу проходной есть, то есть пришел нажал сенсор верхнего выключателя и включилось освещение прихожей и тамбура. А уже нижний выключатель он должен быть проходной туда на коридор на весь. Поэтому я сейчас что сделаю здесь вот есть такие каналы это я тоже уже рассказывал в отдельных видео. Я сейчас эти жилы перемещу вверх а эти часть жил перемещу вниз то есть поменяю их местами. В общем по ходу дела буду показывать. Пока собрал на одну тройную клемму все нули то есть все синие жилы. Для этого две жилы в одного и вот этого на проходной выключатель опустил во второй подрозетник и с этого кабеля который идет на тамбур подключил третью вот у нас все тут собраны нули два проводника отсюда вот переместил верхний подрозетник это у нас будет коммутирующая фаза на светильнике тамбура их не нули уже собраны как я уже говорил так и это у нас пе проводник в одного кабеля то есть щитка и мы его соединим на одну клемму с отходящим пе проводником на светильнике тамбура вот это у нас будет здесь соответственно коммутирующая фаза она у нас будет подключаться уже на сенсорный выключатель на обычный сенсорный выключатель на клемму L1 load вот она вторая клемма так здесь что питающую фазу я завел на клемму вага фазу отходящего кабеля на второй проходной выключатель я завел также на эту же колодку на эту же клемму вот так и что у нас осталось это у нас остался желто-зеленый проводник я его использую в качестве проводника ком то есть это будет связь между проходным выключателем номер 1 и проходным выключателем номер 2 он будет подключаться на клемму ком чуть позже я покажу то есть он у меня здесь и что мне осталось мне осталось завести фазу с этой клеммы завести фазу на проходной выключатель и завести фазу на верхний сенсорный выключатель ну и расключить ПЕ-проводники и подключить соответствующие оставшиеся жилки проходной выключатель подключил желто-зеленый это клемма ком а белая фаза вот она перемычка вот с этой клеммы на клемму или сделал перемычку на верхний выключатель и проводники соединены на клемме сейчас буду подключать второй сенсорный выключатель мы только уже не проходной обычный фазу буду подключать на l-in а нагрузку этот проводник на l1 лоуд крепится выключатели исключительно на крепежных винтах вот 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 и вот основание выключателей серии с 7 выполнены из металла что очень хорошо также металлическое металлическое основание позволяет воспользоваться при установке выключателей мы моим магнитным уровнем стабила pocket electric вот видите уровень выставлен выключатели установлен и осталось установить стеклянную панель спи готова подрозетник 2 проходного выключателя на эту сторону не обращайте внимание этот подрозетник для соседней комнаты так а здесь у нас что вот у нас приходит вот этот кабель вввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв Фазу мы подключаем на клемму L-IN, желто-зеленый это у нас мы подключаем на клемму COM, 0 мы соединяем с 0, который идет на светильники, таким образом, а белый проводник подключаем на клемму L-IN LOAD, на нагрузку, то есть коммутирующая фаза с выключателя. Желто-зеленый провод у нас здесь остается не задействованным, это 0 у нас, COM, фаза и коммутирующая фаза на нагрузку. Подключил, сейчас буду устанавливать. Вот панель установлена, вот так он смотрится. После установки проходных выключателей, их необходимо синхронизировать друг с другом. Для этого подходим к проходному выключателю номер 1, нажимаем сенсор и удерживаем сенсор до звукового сигнала. После звукового сигнала идем ко второму выключателю и также нажимаем на сенсор до тех пор, пока он не мигнет два раза. Вот, в принципе, и вся синхронизация. Сброс синхронизации осуществляется удержанием касания более 10 секунд до двойного сигнала. Ну а теперь покажу вам, как работают эти проходные выключатели. Пришли, включил освещение, иду по коридору, отключаю освещение. Вышел из комнаты, включил освещение, иду, отключаю освещение. Отключаю, 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 сколько хватит памяти, отключаю свет. Вот на этом, пожалуй, и все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч!